Добрый день, коллеги! Сегодня у нас вебинар, который проводит компания «Тензор» совместно с Управлением Федеральной Налоговой Службы по Республике Татарстан. У нас сегодня с вами спикер Хамедулина Эльмира Тавкильевна, начальник отдела налогообложения юридических лиц УФНС России по Республике Татарстан. И тема нашего вебинара – специальные налоговые режимы. Что выбрать? Меня зовут Груздева Юлия, я руководитель филиала компании «Тензор» в городе Казань. Мне, пожалуйста, сейчас расскажите, напишите в чате, видно или слышно ли нас. Как будет проходить вебинар? Я поделюсь сейчас с вами экраном, чтобы вы видели мой экран. Смотрите, у вас с правой стороны вот здесь вот есть чат. Здесь можно писать, видно ли меня, слышно. Вот так вот отсюда что-нибудь напишите. Также у нас есть вопросы. Вот я нажала на вопросы. Здесь можно писать свои вопросы. Чем это удобно, в карточке вебинара вопросы сохраняются. И ответы, которые мы на вопросы даем, тоже потом будут сохраняться. И можно будет их прочитать более внимательно. Вот, допустим, у нас Терентьев Андрей уже задал вопрос. Это было несколько не по теме. Нюансы ЕНП. Но, тем не менее, заблаговременно управление финансовой и налоговой службы России по РТ уже ответило нам. Здесь вот вложен ответ. Плюс оставили даже телефоны для связи, куда можно перезвонить и переговорить. На протяжении вебинара мы делаем то же самое. Мы очень часто вопросы дописываем в статьи налогового кодекса. Или мы пишем, в каком законе это почитать, посмотреть. Или куда можно обратиться и более тщательно свой вопрос проговорить, проработать. Так, я сейчас вернусь в чат, посмотрю, что мне пишут. Не слышно пишут. Хорошо видно и слышно. Доброе утро. Видно и слышно. Если кому-то не слышно, Батюшов Абдулхак пишет, да? Не слышно. Вы прибавьте, пожалуйста, уровень громкости у себя на мониторе, на компьютере. Так, все видно и слышно. Можно сделать звук погромче. Все-таки погромче. Так, попробую. Вот сейчас меня лучше слышно. Вот тоже Ильсина Минханова пишет, что не очень хорошо слышно. А сейчас, как вы меня слышите? Хорошо. Экран мой видно? Матюгина Милеуша пишет. Все окей. Спасибо большое. Все хорошо. Экран мой, надеюсь, видно, потому что у нас будут сейчас слайды. Еще пойдут. Спасибо. Хочу напомнить о том, что запись вебинара будет сохраняться в вебинаре. Вот можно еще будет просмотреть на удобном режиме. А также в конце вебинара мы проговорим об акции, которые проводит ВПП РТ, фонд поддержки предпринимательства для малого и среднего бизнеса. У нас есть программа по подключению документа оборота бесплатно для малого и среднего бизнеса. Там количество организаций ограничено, но кому интересно, оставайтесь, я вам расскажу позже. Так, а сейчас я включу демонстрацию экрана. Показ слайдов. Вы будете видеть меня, слайды. А, нет, минутку, я сейчас должна переключиться, иначе так не получится у меня. Так, 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 так. Пересядем мы. Эльмир Кавкилевну посадим на мое место. На паузу поставлю, коллеги, буквально на минутку. Мы пересядем, и вы увидите спикера. Сегодня мы с вами поговорим обо всех специальных режимах налогообложения. Вот на экране, на слайде вы видите, да, что их теперь становится все больше и больше. Одни из них отменяются, появляются новые режимы с учетом направленности действий налоговой службы на цифровизацию и на уменьшение издержки. Налогоплательщика. Расскажу вкратце обо всех режимах налогообложения. Может, тут подзабыли, если вы их не применяете, да, какие-то не применяете. Ну, общую систему налогообложения любая организация или любой индивидуальный предприниматель применяет по умолчанию. Как мы с вами знаем, применяя общую систему налогообложения, налогоплательщики не платят налог на добавленную стоимость. Ой, вернее, наоборот, платят налог на добавленную стоимость. Организация платит налог на прибыль, а индивидуальные предприниматели налог на доходы физических лиц. И при применении общего режима налог на имущество, транспортный налог или земельный налог и другие налоги уплачиваются, если есть объекты налогообложения. И тут на помощь налогоплательщикам, значит, у нас в налоговом кодексе, а также, вот видите, отдельными законами. Коллеги, три секунды, мне подсказывают, что вы не видите наш экран. Давайте-ка я зайду заново. Так, еще раз экран, еще раз поделиться. Так, и вот так вот включу слайды. Сейчас видит? Сейчас включим. Да, видит, да? Да, и как видите, значит, на экране у нас специальные налоговые режимы, установленные налоговым кодексом. Главы видите, да, на экране. И теперь уже в качестве эксперимента федеральными законами. ЕНВД у нас 21 года отменен. И вот, значит, самый первый режим, на котором хочу остановиться, это налог на профессиональный доход. Это один из самых простых специальных налоговых режимов. В качестве эксперимента он у нас стартовал с 1 января 2019 года в четырех регионах в Москве, Московской, Калужской областях, а также в Республике Татарстан. А сейчас он применяется уже на всей территории Российской Федерации. Данный режим рассчитан для представителей совсем небольшого бизнеса. Ну, в общем, для физических лиц, можно и для индивидуальных предпринимателей, которые работают сами на себя. То есть, применяя налог на профессиональный доход, можно оставаться физическим лицом, или же можно зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя. Условия применения будут одни и те же, что для физлица, что для индивидуального предпринимателя. Прежде всего, конечно же, это как бы рассчитан для физических лиц, как я уже сказала, которые работают вот сами на себя. Режим прост тем, что налогоплательщики скачивают приложение «Мой налог», регистрируются в качестве плательщика НПД и начинают работать. При этом через приложение необходимо формировать чеки на сумму выполненных работ, оказанных услуг или на сумму реализованной продукции. И на основании выписанных чеков налоговый орган рассчитывает сумму налога. И до 12-го числа, вот как вы видите на слайде, следующего заистевшим налоговым периодом, налоговый орган будет сообщать налогоплательщику о сумме налога. Здесь хочу отметить, что сумма налога, если будет менее 100 рублей, то вы не получите уведомление. Эта сумма, если будет она менее 100 рублей, приплюсуется к следующему налоговому периоду, то есть к сумме налога за следующий налоговый период. Налоговый период при применении НПД месяц. Значит, и первый налоговый период, если вы, предположим, вот регистрируетесь сейчас у нас на дворе сентябрь, если зарегистрируетесь в сентябре, то первое уведомление к вам придет не в октябре, а только 12 ноября, то есть вот эти вот месяц регистрации, как бы через, за месяц регистрации налоговое уведомление не придет, то есть первый налоговый период, это будет, как бы, так скажем, ну, два месяца пусть будет, да, вот так будем говорить. И налог налогоплательщики должны уплатить не позднее 25 числа этого же месяца, но следующего месяца. То есть налог считается каждый месяц, просто первый налоговый период там будет два месяца, да, и вот каждый месяц налог необходимо будет уплачивать не позднее 25 числа. И налог возникает только тогда, когда есть доходы у налогоплательщик, если налогоплательщик, значит, формирует чеки. Нельзя налог на профессиональный доход совмещать с иными режимами налогообложения, в том числе и с общим режимом налогообложения. Если переходит на НПД индивидуальный предприниматель, да, который уже осуществляет деятельность, то здесь есть некоторые нюансы. Если общий режим налогообложения, то в этом случае налогоплательщику ничего делать не надо. А вот если налогоплательщик, индивидуальный предприниматель уже применяет, например, упрощенную систему налогообложения или ЕСХН, тогда ему необходимо подать уведомление о прекращении применения УСН или ЕСХН в течение одного месяца с момента перехода на НПД. А вот, знаете, в отношении патентной системы налогообложения такого положения не предусмотрено в законе 422 ПЗ. То есть нет возможности отказа от патентной системы налогообложения. Но и одновременно патентную систему НПД тоже применять нельзя. В таком случае налогоплательщику нужно будет или ждать окончания действия патента, или же прекратить предпринимательскую деятельность, в отношении которой применяется в патентной системе налогообложения. То есть сначала сняться с учета в качестве плательщика ПСН, подать соответствующие заявления, а потом только перейти на НПД. То есть или ждем окончания патента, или же прекращаем деятельность по ПСН. То есть нет такой возможности, как по ПСН и ЕСХН, подавать уведомления в течение 30 дней. Нужно помнить, что режим подходит только тем физическим лицам и индивидуальным предпринимателям, у которых нет работников, и доход при этом не должен быть более 2 миллионов 400 тысяч рублей. А также есть и другие ограничения при применении НПД. Например, нельзя заниматься перепродажей товаров, а вот при реализации товаров собственного производства можно будет применять налог на профессиональный доход. Также нельзя оказывать услуги, выполнять работы при применении НПД в адрес своего работодателя. То есть у нас же как бы НПД, это может быть такой как бы параллельный режим, то есть налогоплательщик может где-то работать, ну физическое лицо вернее может где-то работать, а параллельно, например, там в нерабочее время оказывать услуги, выполнять работы, если это ему позволяется. Или там, например, делать какую-то продукцию. Вот в этом случае, если налогоплательщик будет оказывать услуги своему работодателю или выполнять работы, да, вот этого делать нельзя. То есть законом есть прямой запрет, что НПДшники, да, не могут оказывать услуги своему работодателю или если они, значит, если они состоят в трудовых отношениях, то есть той организации, в которой они состоят в трудовых отношениях, или же состояла на протяжении двух последних лет. И просто уж хочется сказать, да, мы все-таки, как контролирующий орган, все-таки нельзя заменять трудовые отношения на отношения с самозанятыми. То есть налоговые органы ведут контроль по таким взаимоотношениям, и поэтому увольнять работников и принимать их, ну как бы или там вообще принимать кого-то вместо трудовых отношений как самозанятого, это тоже как бы непозволительно. И основное преимущество налога на профессиональный доход заключается в том, что вот все взаимодействие налогоплательщика с налоговым органом происходит через приложение «Мой налог». Не нужно сдавать отчетность, налог рассчитывает налоговый орган, и налог возникает только тогда, когда есть у налогоплательщика доходы. При этом установлены минимальные ставки, ставки составляют 4%, если товары, работы, услуги продаются физическим лицам, если юридическим лицам, ставка составляет 6%. И еще, значит, есть вычет в размере 10 тысяч рублей, то есть ежемесячно при расчете суммы налога, налоговый орган уменьшает сумму налога, если это ставка налога 4%, то на 1% обхода, и если ставка налога 6% на 2%, пока вот не переберется вся вот эта вот сумма в размере 10 тысяч рублей. То есть ежемесячно в начале деятельности у налогоплательщика НПД ставки налога будут составлять всего 3 и 4%, это вот пока не закончится 10 тысяч рублей. И при применении налога на профессиональный доход налогоплательщики НПД не уплачивают страховые взносы, это одно из преимуществ, но при этом есть такой момент, что налогоплательщиков нет пенсионных накоплений, и для того, чтобы у налогоплательщиков копился пенсионный стаж, ему необходимо заключать договор отдельно с пенсионным фондом. И вот как бы как продолжение налога на профессиональный доход с этого года, в том числе в нашем регионе, стартовал еще один эксперимент налог, так называемая автоматизированная упрощенная система налогообложения. Также эксперимент проводится в Москве, в Московской, Калужской областях, и у нас в Республике Татарстан, как и при НПД, да, в самом начале. И я думаю, что все-таки нам с вами повезло, мы можем первыми опробовать этот режим, можем для себя уяснить, какие у него плюсы, какие минусы, и я думаю, что мы можем с вами даже выйти с предложениями по, если нам что-то не нравится в этом законе, да, чтобы внесли какие-то изменения. И вот уже на сегодня, вот мы знаем, что рассматривается возможность о применении этого режима налогоплательщиками, которые работают по договорам комиссии или по агентским договорам. Вот в настоящее время пока такие налогоплательщики не могут применять автоматизированную упрощенную систему налогообложения. И так как сейчас многие у нас работают через электронные площадки, а как мы с вами знаем, когда вы работаете через электронные площадки, заключаются именно посреднические договора, да, вот поэтому хотят вот расширить применение АУСЭН на данную категорию налогоплательщиков, также рассматривается вопрос о увеличении предельной численности наемных работников для того, чтобы применять автоматизированную упрощенную систему налогообложения. И как я уже сказала, что в первую очередь этот режим, он удобен для тех, кто у нас в настоящее время применяет НПД, и те, кто хотят расширить свой бизнес, да, или у них появилась возможность вот нанять на работу к себе кого-нибудь в помощь, то как раз вот автоматизированная упрощенная система налогообложения будет удобна именно для этой категории налогоплательщиков. При этом им также не нужно платить страховые износы, но при этом как у самого индивидуального предпринимателя, так и у работников будут социальные гарантии. То есть можно будет выплачивать больничные, можно будет копить пенсионные, ну, как бы появляется пенсионное накопление. При применении автоматизированной упрощенной системы налогообложения налог рассчитывается также налоговым органом. Данные в налоговый орган поступают на основании данных контрольно-кассовой техники. Данные контрольно-кассовой техники поступают в Федеральную налоговую службу вообще ежедневно, да, в онлайн-режиме. Также данные будут поступать по расчетным счетам налогоплательщиков, вот передаваемым уполномоченными банками, а также налогоплательщики через личные кабинеты смогут вносить сами изменения, если им там что-то не понравится, да, вот потом я позже еще остановлюсь на этом тоже. И важную роль, конечно же, при применении автоматизированной упрощенной системы налогообложения играют банки. Кредитные организации присоединяются к информационному обмену с налоговыми органами и осуществляют такой обмен при условии соответствия требованиям и критериям, а также соблюдении ими порядка, которые указаны в протоколах информационного обмена ФНС, Федеральной налоговой службы. На сегодняшний день 7 уполномоченных банков, я думаю, что список будет расширяться в скором времени вообще, вот думаем, что присоединится и наш Агвардсбанк тоже, но на сегодня вот 7 банков, это Модульбанк, Сбербанк, Альфа-банк, филиал Банка Открытия, Промсвязьбанк, Тинькоффбанк и Банк ВТБ. Вообще перечень банков можно как бы проследить на сайте Федеральной налоговой службы. Есть прямо у нас там вкладка специальная АУС, да, и перечень банков, вот мы сами тоже периодически как бы заглядываем и смотрим там на сайте Федеральной налоговой службы. Участие кредитных организаций является добровольным, никто их не принуждает, да, включаться в этот эксперимент. И как бы по закону на кредитные организации, раз они уже подключились, возлагаются определенные обязанности, да, и поэтому кредитные организации обязаны предоставлять услуги налогоплательщикам бесплатно. Они предоставляются бесплатно. Но если как бы на кредитные организации какие-то дополнительные услуги оказывают, да, в рамках применения АУС, тогда может быть, что не предусмотрено законом, тогда за это кредитные организации могут взимать и плату. И организации индивидуальных предпринимателей, которые желают прийти на автоматизированную упрощенную систему налогообложений, должны будут иметь расчетные счета только в уполномоченных банках. При этом расчетных счетов у налогоплательщиков может быть сколько угодно, и они могут быть в разных банках, но только в уполномоченных. Переход на автоматизированную упрощенную систему налогообложений является добровольным, и им смогут воспользоваться организации и индивидуальные предприниматели, вот видите, да, на слайде, у которых доход не превышает 60 миллионов рублей, и численность работников не более пяти человек. При этом в эти пять человек не включается сам индивидуальный предприниматель. Но, как бы у нас в законе написано, что средняя численность работников не должна быть не более пяти человек. А что же такое средняя численность работников? В это включается среднесписочная численность работников, которая рассчитывается по правилам, которые вы предоставляете, в статистику по правилам составления отчетности, которые предоставляются в статистику, а также включаются сюда внешние совместители, а также работники, которые выполняют работы по гражданско-правовым договорам. И еще что хочется отметить, что среди наемных работников не должно быть иностранных граждан. Новый режим смогут применять только организации индивидуальной предприниматели, которые зарегистрированы в этих экспериментальных субъектах, четырех субъектов. Но при этом индивидуальный предприниматель, если он у нас зарегистрирован в Республике Татарстан, но осуществляет деятельность за пределами республики, тоже сможет применять автоматизированную упрощенную систему налогообложений. То есть не обязательно, чтобы работы, услуги или товары продавались только на территории РТ. То есть можно в любом другом регионе, самое главное, чтобы он был зарегистрирован именно здесь. У нас в Республике Татарстан, ну или в остальных трех субъектах. А вот в части организации такой возможности нет, так как организации, если где-то работают в другом месте, они должны открывать обособленное подразделение. А вот для организаций, которые имеют обособленное подразделение и филиалы, этот режим недоступен. То есть АУСН не имеет права применять организации, у которых есть филиалы и представительства. А индивидуальному предпринимателю этого делать не надо по закону. Поэтому как бы они могут осуществлять деятельность и за пределами нашей республики. Не вправе также применять автоматизированную упрощенную систему налогообложения ломбарды, нотариусы, адвокаты, арбитражные управляющие, крестьянские фермерские хозяйства, некоммерческие организации. Заработная плата должна выплачиваться работникам только в безналичной форме. То есть в наличной форме нельзя выплачивать заработную плату сотрудникам налогоплательщика, которые применяют автоматизированную упрощенную систему налогообложения. Но это понятно, да? То есть должно быть все автоматизировано. И совмещать АУСН также нельзя с другими режимами налогообложения. Но тут тоже логика понятна, почему нельзя совмещать, потому что если у налогоплательщика будут еще какие-то другие виды деятельности, которые у него там на другом режиме налогообложения, то как же тогда налоговый орган рассчитает сам налог? То есть непонятно будет, какой доход относится к какому виду деятельности. Поэтому при применении АУСН только вот режим АУСН другой нельзя применять. Два объекта налогообложения – доходы или доходы минус расходы. В течение года объект менять нельзя. Можно будет поменять только с начала года, подав соответствующие уведомления не позднее 31 декабря года. Но в году, если вы со следующего года собираетесь менять режим налогообложения. Также и переходить на другой режим АУСН тоже нельзя в текущем году. То есть можно будет поменять режим только с начала следующего года. Налоговый период – календарный месяц. Ставки налога по объекту доходы 8%, доходы минус расходы 20%. И при применении АУСН также есть минимальный налог, который составляет 3% доходов. То есть если сумма налога, рассчитанная по объекту дохода минус расходы, будет меньше, чем сумма минимального налога, налогоплательщик будет платить 3% с дохода. Но это, в принципе, знаете, в начале деятельности у многих налогоплательщиков большие расходы. И, соответственно, налогоплательщику в это время нужно будет платить только 3% с доходов. И еще есть такой вот момент, что разница между суммой уплаченного минимального налога и суммой налога, уплаченной в общем порядке, увеличивает расходы в следующих налоговых периодах. То есть еще, кроме этого, можно будет разницу между суммами налога, поставить расходы в следующих налоговых периодах или увеличить сумму убытка. Никаких пониженных ставок законом не предусмотрено. Не могут снижать эти ставки и на региональном уровне. То есть таких полномочий у субъектов нет. Для признания доходов и расходов используется кассовый метод. То есть пришли деньги за товары, работы и услуги, их нужно будет включать. Ну, они включатся, вернее, доходы. Независимо от того, это авансовый платеж, не авансовый платеж. То же самое и по расходам. Те, кто у кого объект дохода минус расходы. Если налогоплательщик заплатил, будут перечисления какие-то, да, то в этом случае, независимо от того, это авансовые платежи у него были или уже за оказанные услуги ему уже, да, перечисления, то тоже учтется в целях налогообложения в расходах. Если приобретаете товары за наличный расчет по авансовому отчету, то нужно будет зафиксировать эту расходную операцию по контрольно-кассовой технике, которую вы применяете. Чтобы налоговый орган смог учесть это в расходах, если у вас объект налогообложения, доходы минус расходы. При этом обращаю внимание, что все расходы должны быть документально подтверждены и экономически оправданы. Об этом в законе прямо прописано. И если при применении упрощенной системы налогообложения у нас с вами в налоговом кодексе перечислен исчерпывающий перечень расходов, да, то при автоматизированной упрощенной системе налогообложения можно в расходах учитывать все, но кроме тех, которые в законе, как бы по закону запрещены. То есть именно в законе 17 ФЗ по АУСН там не перечень расходов, которые можно учитывать в расходах, а перечень расходов, которые нельзя учитывать в расходах. И еще, значит, что касается курсовых разниц, то в данном случае никакая курсовая разница ни в доходах, ни в расходах не учитывается. Ну, так как все-таки налог рассчитывается автоматически, это тоже понятно, да, потому что невозможно его просто учитывать налоговому органу курсовую разницу. Поэтому в законе также прописали, что она не учитывается ни в доходах, ни в расходах. Ну, и те, у кого доходы, у него будут облагаться только доходы, ему не нужно вести учет, ну, налогоплательщик не нужно следить за расходами, да, за расходными операциями. Как я уже сказала, по итогам каждого месяца налоговый орган рассчитывает сумму налога сам на основании данных, которые передаются из ККТ, из контрольно-кассовой техники, также от уполномоченного банка по расчетным счетам, а также от самих налогоплательщиков через личный кабинет налогоплательщика. То есть взаимодействие налогоплательщика с налоговым органом происходит только через личный кабинет. Но, знаете, вот личный кабинет налогоплательщика, он может быть как на сайте Федеральной налоговой службы, да, то есть вы можете работать с налоговым органом вообще, применяя АУСН, именно через этот личный кабинет налогоплательщика, который на сайте, а также уполномоченные банки предлагают свои личные кабинеты, то есть можно осуществлять информационные взаимодействия и через как бы сервисы банков. То есть у них информация аналогичная, что и на сайте Федеральной налоговой службы. И данные о доходах и расходах будет поступать в личный кабинет налогоплательщика. И здесь они будут как бы делиться, да, на доходы облагаемые, необлагаемые. Банки, они кодируют все виды доходов и расходов, и в облагаемую базу будет попадать только та сумма, которая именно подлежит налогообложению. Если, например, был возврат денег, то данная сумма возврата, она будет уменьшать сумму дохода того месяца, в котором был возврат, да. Если по операциям контрольно-кассовой техники, то в доходах учитываются, значит, доходы по дате формирования контрольно-кассовой техники. И все вот эти операции вы можете сами просматривать в личном кабинете. И если вам что-то не нравится, то через как бы банк вы можете вносить свои корректировки, но это необходимо сделать до 7 числа следующего месяца. То есть если до 7 числа налогоплательщик не внесет поправки, то считается, что вы согласились с доходами или с доходами минус расходами, да, то в этом случае налоговый орган рассчитает сумму налога, ну, по тем данным, которые вы подтвердили или не подтвердили. Исправленные данные банками также направляются в Федеральную налоговую службу не позднее 10 числа. И уже, значит, налоговый орган направляет в личный кабинет не позднее 15 числа информацию о сумме исчисленного налога. Если налогоплательщик, есть такой нюанс, да, если налогоплательщик поставлен на учет в налоговом органе в одном месяце, а уведомление о переходе на ОУСН подает в следующем месяце, то есть у нас же на направлении уведомлений есть 30 дней, в случае это если вновь зарегистрированная организация или индивидуальный предприниматель, может такая ситуация быть, что уведомление подается на следующий месяц, то в этом случае налоговая служба вкручит сумму налога за первый налоговый период в уведомление об уплате уже за следующий. Вот есть такой как бы нюанс, но это сделано в целях соблюдения прав налогоплательщика на корректировку или подтверждение информации об операциях по счетам, то есть чтобы налогоплательщики до 7 числа сумели внести свои корректировки, да, вот как я уже сказала, например, там налогоплательщик зарегистрировался, ну там пусть 25 числа, а уведомление о переходе на АУСН подает только там в следующем месяце, предположим, там числа 10-15, да, тогда у него уже, поэтому за вот эти вот 5 дней предыдущего месяца налог считаться не будет, он будет считаться только уже как бы с учетом следующего месяца, то есть доходы конца этого месяца будут включаться в доходы следующего месяца. Вот есть такой нюанс, если уведомление подаете в следующем месяце, то первое уведомление придется за 2 месяца. Уплатить налогоплательщикам налог необходимо не позднее 25 числа. Оплата труда наемных работников, а также обязанность по счастению и удержанию НДФЛ можно возложить на уполномоченную кредитную организацию. То есть налогоплательщики сами могут исчислять НДФЛ-заработник, ну как бы при перечислении заработной платы, а можно уполномочить на это кредитной организации. Если вы, значит, возлагаете эту обязанность на уполномоченные банки, тогда в банки необходимо будет направлять информацию о данных физического лица, о суммах выплат, которые вы собираетесь ему выплачивать, для заработную плату, а также о налоговых вычетах, профессиональных и стандартных налоговых вычетах, которые необходимы для расчета НДФЛ. И банки на основании полученной информации рассчитают НДФЛ, на следующий день они обязаны будут перечислять НДФЛ, и об этом сообщают вам. Значит, кредитная организация исчисляет НДФЛ только по ставке 13%, то есть она не должна выяснять, какие доходы были получены ранее этим физическим лицом, да, если, например, они подлежали выплате через другую уполномоченную кредитную организацию. И, то есть, в этом случае, вот получая информацию от вас, банки исчисляют НДФЛ, но применяют вычеты в разрезе каждого налогоплати каждого работника и перечисляют НДФЛ по ставке 13%. А вот если, например, ну, заработная плата работника, например, в год составит более 5 миллионов рублей, да, то эта информация уже будет у налогового органа только по истечению года. Вот все, что будет превышать 5 миллионов рублей, а мы с вами знаем, что разница, ну, сумма превышения 5 миллионов рублей у нас ставка по НДФЛ 15%, эта сумма налога будет предъявлена налоговым органам уже на следующий год, но в следующем году. И социальные и имущественные вычеты работники таких организаций тоже не смогут получать через работодателя. То есть, те работники, которые работают у налогоплательщиков, которые применяют АУСН, социальные вычеты смогут получить, только подав декларацию по 3 НДФЛ налоговый орган. И вот информация в разрезе каждого работника из банков будет уходить в налоговую службу, а в дальнейшем налоговая служба передает эту информацию в фонды ежемесячно, не позднее 5 числа следующего месяца, в котором были выплаты. Как я уже сказала, что выплату за... ой, начисление НДФЛ можно как через уполномоченные банки производить, да, так и самому налогоплательщику. В этом случае налогоплательщик тоже должен будет сообщить об этих выплатах, о физических лицах, которые получают выплаты, также не позднее 5 числа следующего месяца. И налоговый орган всю эту информацию будет направлять в фонды. Это как раз сделано для того, чтобы у сотрудников таких организаций, индивидуальных предпринимателей были социальные гарантии, чтобы могли рассчитать по каждому сотруднику пенсионное накопление, пенсионный стаж, да, и чтобы можно было производить в дальнейшем больничные, ну, выплаты по больничным листам. И, значит, для обеспечения пенсионных прав и прав на получение пособий по обязательному социальному страхованию из федерального бюджета фонды будут финансироваться. И как раз-таки 46% этого налога будет поступать в федеральный бюджет, а 54% останутся у нас в республике, да. И вот из фонда, из той части, которая уходит в федеральный бюджет, фонды будут финансироваться. И с этой целью и сделаны по автоматизированной упрощенной системе налогообложения повышенные ставки. У нас же, как я уже сказала, у нас налогоплательщики АУСН за своих работников, вот не помню, уже говорила, не говорила, да, что не платят страховые взносы. То есть страховые взносы за работников, налогоплательщики, которые перешли на АУСН, они не платят. И, соответственно, поэтому повышены ставки, поэтому, значит, передается вот вся информация в фонды, при этом сохраняются социальные гарантии, которые будут финансироваться из федерального бюджета. С 1 июля 2022 года применять новый режим смогут только вновь созданные организации и индивидуальные предприниматели. Вот, то есть, как бы, с 1 июля у нас применяют только вновь созданные организации и индивидуальные предприниматели. Подают уведомления не позднее 30 дней с момента регистрации. А с 1 января 2023 года смогут применять и остальные организации и индивидуальные предприниматели. Для этого уведомление о переходе на АУСН направляется в налоговый орган не позднее 31 декабря, ну, вот текущего года, если налогоплательщик захочет применять АУСН с 1 января 2023 года. Уведомление подается через личный кабинет, вот, или который на сайте, или через полномоченную кредитную организацию. Банки предлагают такую, как бы, возможность тоже работать через их личные кабинеты. И вот здесь, знаете, что еще хотела отметить, если на АУСН переходит физическое лицо без статуса индивидуального предпринимателя, да, который применяет налог на профессиональный доход, ему сначала нужно, ну, ему необходимо отказаться от применения налога на профессиональный доход через приложение «Мой налог», потом только зарегистрироваться индивидуальным предпринимателям и подать уведомление. Почему это вот нужно сделать так? У нас ведь налогоплательщики АУСН, вновь зарегистрированные, да, будут применять АУСН с момента постановки на учет в налоговом органе. И для того, чтобы не получилось так, что налогоплательщик НПД одновременно будет применять и НПД, и АУСН, поэтому ему сначала лучше сняться как плательщик НПД, потом зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель и потом уже подать уведомление «пожалуйста», да, и тогда вот у него, применяя АУСН с момента постановки на учет в качестве плательщика, в качестве, ну, индивидуального предпринимателя, у него не будет ситуации, что у него получится, что одновременно НПД и АУСН, то есть обязательно сначала сняться как плательщик НПД, чтобы не было вот таких пересечений, потому что, ну, законом запрещено применять два режима одновременно, чтобы, ну, не было таких вот, ну, не очень хороших ситуаций. Перейдя на автоматизированную упрощенную систему налогоплательщик, не вправе до окончания календарного года перейти на иной режим, но если вот налогоплательщик не будет выполнять какие-то условия применения АУСН, то в этом случае он теряет право применять АУСН. То есть, ну, вот вы сейчас, например, перешли на АУСН, да, зарегистрировались, перешли на АУСН, и вам вдруг, например, не понравился этот режим, ну, тогда вы можете отказаться добровольно, не сможете, а нужно будет не выполнить какое-то условие, да, например, там нанять чистого работника, предположим. Вот, тогда налогоплательщик не сможет применять АУСН, переходит на иной режим. По умолчанию налогоплательщики переходят на общий режим налогообложения, но если вы выбираете АУСН или ЕСХН, то необходимо будет подать уведомление. Если вот налогоплательщики не, значит, соответствуют условиям применения АУСН, они должны будут не позднее 15-го числа уведомить об этом налоговый орган 15-го числа месяца, следующего в месяц, в котором возникло вот несоответствие условиям. И в этот же срок, если хотите перейти на АУСН или ЕСХН, подать уведомление о переходе. На АУСН или ЕСХН. Вот. И мы с вами сейчас плавно переходим к самому распространенному режиму налогообложения, упрощенной системы налогообложения. Да? Ну, упрощенная система обложения, вернее, будет сказать, наверное, что автоматизированная упрощенная система налогообложения, она как бы создана на базе АУСН, просто она уже как бы более автоматизирована. И некоторые моменты АУСН и УСН, они перекликаются. О переходе на УСН налогоплательщик также самостоятельно решает, да, переходить ему или не переходить. АУСН могут применять как организации, так и индивидуальные предприниматели. Отличий в применении также не существует. Для перехода на упрощенную систему налогообложения подается уведомление. Также, если вновь зарегистрирована организация или и по течении 30 дней с момента постановки на учет подается уведомление о переходе. Если с начала года переходите на АУСН, уведомление подается не позднее 31 декабря. И когда, значит, вы подаете такое уведомление, налоговый орган не сообщает вам о том, перешли вы или не перешли. То есть вы сообщение получите только в том случае, если вы не соответствуете условиям применения упрощенной системы налогообложения. И если уж хотите, чтобы у вас от налогового органа был какой-то документ о том, вы применяете АУСН или нет, тогда нужно будет у налогового органа запросить соответствующее подтверждение, информационное письмо, чтобы налоговый орган подтвердило, применяете вы АУСН или нет. Вот такое тогда на это отдельное письмо налоговый орган ответит вам. Ну, при подаче уведомлений о переходе на АУСН нет. В случае, если переходите с момента регистрации, никаких ограничений нет. А вот если переходите с начала года, то доходы за 9 месяцев не должны превышать, ну, по налоговому кодексу 112 миллионов 500 тысяч рублей, но с учетом коэффициента дефлятора, да. И вот так как у нас коэффициент дефлятора на 2022 год был установлен в размере 1,96 тысячных, то для перехода в 2022 году предельная сумма дохода за 9 месяцев должна была быть не более 123 миллионов 300 тысяч рублей. Но какой будет коэффициент дефлятора на следующий год, мы пока как бы не знаем, да, и поэтому условия перехода с 1 января 2023 года нужно будет ожидать, какой будет коэффициент дефлятора. Нужно также соблюдать другие ограничения. Численность работников должна быть не более 100 человек, и, значит, стоимость, остаточная стоимость основных средств не более 150 миллионов рублей. Кстати, по остаточной стоимости в условиях применения по автоматизированной, упрощенной системе налогообложения тоже есть такое ограничение, не более 150 миллионов рублей. Также два объекта налогообложения дохода или дохода минус расходы, ставки налога по доходам 6% и по доходам минус расходы у нас в Республике Татарстан 10% вместо 15%. Это нужно знать, что не существует у нас в Республике Татарстан ставки 15%, только 10%. Есть минимальный налог 1%, в случае, если сумма налога по доходам минус расходам будет меньше суммы минимального налога, то размер минимального налога будет 1% с доходов. Раньше минимальный налог платился на отдельный КБК, теперь он платится как бы в общем, ну, один КБК, что для минимального, что для общего налога, который рассчитывается с базы, да, доходы минус расходы. Еще у нас в Республике Татарстан установлены пониженные ставки. Есть пониженные ставки для тех, кто применяет объект налогообложения дохода минус расходы по таким видам деятельности, как строительство, производство и распределение электроэнергии, газа и воды. Ставка установлена в размере 5%. Также с 1 января 2020 года по 1 января 2023 года по УСЭН для налогоплательщиков, осуществляющих деятельность в области информационных технологий, и зарегистрировано в городе Иннополис, существуют пониженные ставки. В размере 1%, у кого доходы минус расходы 5%, но при этом доходы от деятельности в области информационных технологий должна быть не менее 90%. Также есть пониженные ставки для резидентов в технопарках в сфере высоких технологий, там такие же условия применения, не менее 90% деятельности от IT-деятельности. ставки 1% по доходам, 5% если доходы минус расходы. Также пониженные ставки есть для резидентов, которые работают на территории индустриальных или промышленных парков, у которых загруженность не более 70% в площади индустриального парка. И в этом случае те, кто работают в этих парках, индустриальных или промышленных парках, также ставки по доходам 1%, доходы минус расходы 5%. И необходимо также отметить, что в целях усовершенствования в связи с отменой ЕНВД с 1 января 2021 года повышены предельные суммы доходов при применении упрощенной системы налогообложения. Если доходы налогоплательщика превысили 150 миллионов рублей, но не превысили 200 миллионов рублей, но с учетом коэффициента дефлятора в этом году вместо 200 миллионов получается 219 миллионов 200 тысяч рублей, то налогоплательщик тоже не теряет право применять УСН. Но при этом повышенные ставки налога, как вы уже знаете, если, например, средняя численность работников также превысила 100 человек, но не превысила 130 человек, тоже повышенные ставки именно с периода, когда произошло превышение. Ставки по доходам составляют 8%, доходы минус расходы 20%. И они применяются к разнице между базой, определенной за отчетный период, и базой, которая рассчитана за период, предшествующий к кварталу, когда допущено превышение. Вот, например, если за 9 месяцев доходы составили 120 миллионов рублей, а в четвертом квартале, например, произошло превышение 150 миллионов, и доходы составили 170 миллионов рублей, то за 9 месяцев сумма налога будет рассчитана как 120 умноженное на 6%, если это объект дохода, да, а если, а вот с 50 миллионов рублей, 170 минус 120, не 150 уменьшается, да, 120 миллионов рублей, то с 50 миллионов рублей ставка составит 8%. Также и по численности, если будет превышение по численности, также применяются повышенные ставки. И данные ставки, они, к сожалению, также субъектами не могут быть уменьшены, то есть нет такой возможности по налоговому кодексу уменьшать данную ставку 8,20% у субъектов. Но в следующем году, если у вас не будет повышен порог в 150 миллионов рублей, то ставки будут прежние 6 или 10, ой, 6 или 10 процентов, да. И сумму налога при применении объекта налогообложения можно уменьшить на сумму уплаченных страховых взносов. При упрощенной системе налогообложения налогоплательщики платят страховые взносы за работников, индивидуальные предприниматели платят страховые взносы за себя, да. И вот сумму налога по УСН, если это объект налогообложения, доходы можно будет уменьшить на сумму уплаченных страховых взносов. При этом, если индивидуальный предприниматель не имеет работников, то он может уменьшить сумму налога на всю сумму уплаченных страховых взносов. Вот. И также при применении упрощенной системы налогообложения применяется кассовый метод, то есть поступление, ну, анализируется, вот по итогам года налоговым органам всегда анализируются расчетные счета налогоплательщиков, да, и если у вас, например, будут расхождения с расчетным счетом, то налоговый орган запросит объяснение причин, почему доходы по поступлениям, они не совпадают с теми данными, которые вы отражаете в налоговой декларации по УСН, тоже и по расходной части, то есть вы должны объяснить, да, причины, почему не сходятся, если конкретно по назначению платежа, например, там не видно, ну, займы, в принципе, вот, да, если назначение платежа поступления, там написано, что предоставление займов, тогда это можно посчитать, да, но бывают такие, что в случае, что исходя из назначения платежа не очень понятно, за что поступили деньги, поэтому в этом случае налогоплательщикам необходимо быть готовыми объяснить налоговому органу, почему произошли такие расхождения. При УСН подается налоговая декларация в налоговый орган, при применении автоматизированной упрощенной системы налогообложения декларации не подаются, а вот при упрощенной системе налогообложения подаются декларации, организации ведут еще книгу учета доходов и расходов, организации сдают декларацию не позднее 31 марта, следующего за истекшим годом, а индивидуальный предприниматель не позднее 30 апреля, но при этом есть еще уплата авансовых платежей по итогам отчетных периодов 1 квартал, полугодия и 9 месяцев, не позднее 25 числа 1 месяца, следующего за отчетным периодом необходимо налогоплательщикам платить авансовый платеж, исходя из того, из той базы, которая у вас получается, да, то есть вы книги учета доходов и расходов ведете операции и уже исходя из тех сумм, которые у вас получаются, вы платите авансовые платежи. Какие еще есть особенности применения упрощенной системы налогообложения? Те, кто переходит на упрощенную систему налогообложения, они не уплачивают налог на добавленную стоимость, поэтому налогоплательщики, если выставляют, например, счета фактуры с выделенной суммой налога на добавленную стоимость, в этом случае налогоплательщик, который применяет УСЭН, необходимо будет заплатить всю сумму налога на добавленную стоимость, которая выделена в счете фактуры. При этом вычеты по товарам, работам, услугам, которые вы сами заплатили, да, при приобретении, при приобретении вы не имеете права ставить на вычеты, так как у нас налогоплательщики УСЭН не признаются платежниками налога на добавленную стоимость. У нас просто бывают такие случаи, что зачастую налогоплательщики, Ну, бывают случаи, когда налогоплательщик выбирает УСН, а потом, видимо, не хотят с ним работать. Те, кто применяет общий режим, начинают выставлять счета фактуры с НДС, дают налоговые декларации по НДС, при этом, значит, применяют и вычеты в налоговых декларациях. Вот этого делать нельзя. Хотя, если вы перешли на УСН, тогда в течение года обязаны применять УСН, возможности отказаться от УСН тоже нет. Поменять режим можно будет только со следующего года, подав уведомление. Но если вы, например, подали 31 марта, уведомление о переходе на УСН, тогда нужно успеть, если вам вдруг не понравится, там в самом начале УСН, уведомление об отказе не позднее 15 января. Если этого уведомления не будет, тогда вы не имеете права применять уже общую систему налогообложения, обязанная находиться на УСН. Если вы выставляете счета фактуры с выделенной НДС, тогда в декларацию указываете только сумму, во-первых, сдаете, да, однозначно, декларацию по НДС, и указываете только сумму исчисленного налога без применения вычетов. И при переходе на упрощенную систему налогообложения, так как вы не являетесь платежщиками НДС, необходимо будет, если вы переходите с общего режима на УСН, необходимо сумму НДС, которую вы принимали раньше к вычету, восстановить. Это делается в последнем налоговом периоде, то есть за четвертый, например, вот если переходите на УСН с 1 января 2023 года, то сумму НДС необходимо с остаточной стоимости, вот, которые у вас остались, да, там, товары, например, на складе, основные средства с остаточной стоимости восстанавливаете, да, вот, так как вы, когда их приобретали, ставили к вычету, вот эти вот суммы НДС нужно будет восстановить и уплатить в бюджет, и нужно будет сдать налоговую декларацию именно с остановленными суммами. При этом на сумму восстановленного НДС можно будет уменьшить налогооблагаемую базу по налогу на прибыль. И, например, с НДС, которую вы, например, уплатили с авансовых платежей до перехода, да, но при этом услуги будете уже, или реализация у вас состоится, когда уже применяете УСН, то в этом случае, если вы НДС заплатили, нужно будет сумму налога вернуть и потом только принимать к вычету, иначе поступать нельзя. При применении УСН налогоплательщики освобождается от уплаты налога на прибыль НДФЛ, ну, налога на прибыль организации, а индивидуальные предприниматели от НДФЛ, налога на имущество. И, что касается налога на имущество, то освобождение не действует в отношении объектов недвижимости, которые, налог на имущество, с которых учитывается с кадастровой стоимости. То в этом случае налог на имущество выплачивается. Но при этом еще, хоть и налогоплательщики УСН не признаются платежниками налога на добавленную стоимость, при этом не освобождаются они как налоговые агенты. И заканчивая по упрощенную систему налогообложения, хочу остановиться еще на одном моменте. Так как у нас сейчас с вами, знаете, пересекаются вот эти два режима налогообложения, автоматизированную упрощенную систему налогообложения и УСН, и на автоматизированную упрощенную систему налогообложения налогоплательщики уже сейчас переходят. Вот, например, сначала подают у нас по умолчанию налогоплательщик, когда регистрируется, сразу подает уведомление на УСН. Ну, так привыкли или так их научили, да, и получается, что вроде бы они уже выбрали УСН, но потом поговорив там с кем-то, выясняется, что, например, им выгоднее было бы АУСН и удобнее было бы работать на автоматизированную упрощенную систему налогообложения. Вот, что хочется здесь сказать, что если вы успеваете в течение 30 дней еще как бы, да, то есть у вас на подачу уведомления есть 30 дней, и если вы укладываетесь в эти 30 дней, то вы можете отказаться от упрощенной системы налогообложения и подать уведомление на автоматизированную упрощенную систему налогообложения. То есть в течение 30 дней у вас есть время, это вот давно зарегистрировано, поменять режим налогообложения. То есть не переживайте, если вы подали уже уведомление на УСН или наоборот, подали уведомление на АУСН, то в течение 30 дней можете еще поменять режим и перейти на иной режим. При этом, если вы подали уведомление на упрощенную систему налогообложения, то вам нужно будет в инспекцию направить уведомление о том, чтобы не считать, например, уведомление действительным о переходе на УСН и потом уже подать через личный кабинет уведомление на АУСН. Я вот разговаривала с федеральной налоговой службой, они говорили даже в личном кабинете налогоплательщика по АУСН, есть возможность отказаться от УСН и перейти на АУСН. Я, честно говоря, не могу посмотреть сама, но если есть такая возможность, то это будет очень даже замечательно, тогда, может быть, вам даже не нужно будет подавать уведомление в налоговые органы или заявление о том, чтобы вам отменили упрощенную систему налогообложения. Но еще раз говорю, да, что это только в течение 30 дней. Если вы пропустили эти 30 дней, тогда уже менять режим налогообложения нельзя будет. Вот. И, значит, следующий налоговый режим, вкратце, вот хочу остановиться, единый сельскохозяйственный налог. Его могут применять только сельскохозяйственные товаропроизводители, это у нас организации индивидуальные предприниматели, у которых доходы от реализации сельхозпродукции составляют минимум 70%. ЕСХН, у него налоговая ставка 6%, только одна ставка, да, платится с доходов минус расходов, то есть нет там объектов каких-то, да, вот только доходы минус расходы. Перечень расходов закрытый, также, как бы, кассовый метод применяется при исчислении единого сельскохозяйственного налога. Все это отражается в книге учета, ведутся в книге учета доходов и расходов. Сроки уплаты, значит, есть отчетный период, авансовый платеж платится за полугодие, не позднее 25 июля, а налог подается не позднее 31, ой, налог уплачивается не позднее 31 марта, и декларацию сдают в этот же срок, срок не позднее 31 марта. И с 1 января 2019 года организация индивидуальных предпринимателей, которые перешли у нас с вами на ИСХН, является плательщиками налога на добавленную стоимость. То есть ИСХНщики у нас платят НДС в общеустановленном порядке. Но такая категория налогоплательщиков может применить освобождение от уплаты налога на добавленную стоимость. Для этого налоговый орган подается уведомление. Освобождение можно применять с любого месяца, с 1 числа любого месяца. Уведомление подается не позднее 20 числа этого же месяца, с какого вы хотите применять освобождение. И в 2022 году это можно сделать, если доходы за 2021 год не превысили 70 миллионов рублей. То есть с любого месяца переходьте, но при этом доходы у вас за 2021 год не должны быть больше 70 миллионов рублей. А вот в первый год применения ИСХН освобождение можно получать при любой сумме доходов. И получая освобождение, также необходимо помнить, что суммы НДС, которые вы ранее применяли, принимали к вычету, необходимо будет восстановить. Также это делается в последнем налоговом периоде перед началом использования права на освобождение. А если, например, вы получаете освобождение, как я уже сказала, можно же освобождение получить с любого месяца. Например, вы получаете освобождение, предположим, с 1 сентября по НДС. В этом случае вам нужно будет восстановить сумму НДС по налоговой декларации за третий квартал. То есть у вас за третий квартал с 1 сентября уже пойдет и освобождение от уплаты НДС. И декларацию за третий квартал можно будет еще сдать по итогам июля-августа. И тут же как бы показать восстановленные суммы налога на добавленную стоимость, если у вас есть такие как бы остатки принятых в вычету сумм НДС. Вот если налогоплательщик ИСХН воспользовался правом на освобождение, он не может откататься от него в дальнейшем. То есть в отличие от прочих организаций, которые у нас применяют освобождение по 145 статье, то есть там же есть еще другое освобождение, у кого, например, за каждые три месяца доходы не превысили 2 миллиона рублей. То в этом случае тоже можно получить освобождение по статье 145. А вот ИСХНщики, если получили на основании именно того, что они являются плательщиками ИСХН, отказаться от освобождения уже не смогут в дальнейшем. Они как бы не то что отказаться, а применение освобождения может быть прекращено только в том случае, если не выполняется условие освобождения, если, например, реализовали под акцизный товар, в этом случае терять право на освобождение, или же если превысили сумму дохода предельную. Вот как я сказала, что в 2022 году, чтобы получить освобождение суммы доходов за 2021 год, должно быть не более 70 миллионов рублей, а по итогам 2022 года, если в каком-то вот месяце 2022 года у вас будет превышение, тут уже 60 миллионов рублей, то есть предельная сумма, и в последующих годах также будет 60 миллионов рублей. Вот если будет превышение 60 миллионов рублей, то в этом случае тоже плательщик ИСХН теряет право применять освобождение по 145 статье. И прямо с первого числа месяца, в котором произошло вот невыполнение условий применения освобождения. И потеряв право на освобождение от уплаты НДС, плательщики ИСХН его не смогут вновь получить. То есть именно на основании того, что они являются плательщиками единого сельскохозяйственного налога. Освобождение можно будет получать только по другому основанию, по 145, если доходы не превышают каждые три месяца 2 миллиона рублей. И при получении освобождения ИСХНщики не сдают налоговые декларации, только за исключением тех случаев, когда они являются налоговыми агентами. И суммы НДС, которые предъявлены ему самому, они учитывают стоимость товаров, работу, услуг. Так, это вот все, что касается ИСХН. Следующий режим налогообложения на своем патентной системе налогообложения. Напоминаю, что для применения патентной системы налогообложения основные условия – это численность работников не более 15 человек, при этом сам индивидуальный предприниматель в эти 15 человек также не включается. Доходы не должны превышать 60 миллионов рублей. И здесь вот хочется отметить, да, что по упрощенной системе налогообложения, что по патентной, если налогоплательщики, они одновременно применяют УСН и ПСН, то предельная сумма доходов, она считается в общем. То есть, если индивидуальный предприниматель, который применяет ПСН, еще применяет и упрощенную систему налогообложения, то для предельной суммы 60 миллионов включаются и доходы по УСН. То же самое и по УСН. То есть, как бы, не делятся они отдельно, УСН отдельно, ПСН отдельно. Все считается вместе. То есть, для УСН там не более 200 миллионов рублей с учетом коэффициента дефлятора, да, там уже больше 200 миллионов рублей, а по патентной системе не более 60 миллионов рублей по обоим режимам налогообложения. Патент можно получать на любое количество месяцев в пределах одного года, то есть от одного до 12 месяцев. Период определяет сам налогоплательщик. Применение патентной системы налогообложения декларации не представляются, и документом, удостоверяющим право на применение патентной системы, является патент. То есть налогоплательщик подает заявление, и налоговый орган в этом случае налогоплательщику выдает патент. Налогоплательщик может получать, индивидуальный предприниматель может получать несколько патентов, и в зависимости от того, на какой период получен патент, у нас сроки уплаты различные. Если включительно до 5 месяцев срок уплаты 1, не позднее срок окончания действия патента, а если срок действия патента у вас больше 5 месяцев, то есть вы получили на 6 или на целый год, то в этом случае два срока уплаты. Первый срок, 1,3 суммы налога уплачивается не позднее 90 календарных дней с момента начала применения патентной системы, и 2,3 суммы налога не позднее окончания срока действия патента. И, значит, начиная с 2021 года, опять-таки, в связи с отменой ЕНВД, налогоплательщикам патентной системы налогообложения предоставлено право уменьшать сумму налога на сумму уплаченных страховых взносов. Индивидуальные предприниматели, которые не имеют работников, уменьшают на всю сумму уплаченных страховых взносов, а вот если есть работники, то не более чем на 50% суммы налога. И здесь, опять-таки, для того, чтобы получить такое уменьшение налогоплательщику, индивидуальному предпринимателю, необходимо в налоговый орган подавать уведомления. Я уже на предыдущих вебинарах тоже говорила, что у вас сумма налога к уплате, вот по сроку уплаты была меньше, подавайте, пожалуйста, уведомления заранее. Вот давайте будем отходить от того, что вы раньше, вот, например, ЕНВД, там, по ЕНВД платили страховые взносы, например, после окончания налогового периода, да. А здесь вот старайтесь платить заранее, до окончания года, чтобы вот по сроку, у кого, например, взяли патент на целый год, вот у вас будет сейчас 31 декабря срок уплаты, и чтобы вам именно патент заплатить в меньшем размере, платите потихоньку страховые взносы за год. Вам же все равно их нужно платить, да, или фиксированный платеж, если нет, у индивидуальных предпринимателей, плюс еще заработников вы платите тоже страховые взносы, платите их заранее и подавайте уведомления об уменьшении суммы налога. И только после этого уведомления налоговый орган уменьшает сумму исчисленного налога, и вам уже вот к сроку уплаты придется заплатить налог по патентной системе намного меньше, чем если бы вы, например, не подали такое уведомление. Вот. Если у вас несколько патентов, то можно сумму налога уплаченных страховых взносов можно использовать и на несколько патентов тоже. Ну, налоговый орган, получив такое уведомление, конечно же, проверяет, если у вас уплаты суммы налога, ой, сумма страховых взносов, да, то есть мы по лицевым карточкам все это видим. К сожалению, вот уменьшать мы сами автоматически не можем, нет такого у нас права, да, по налоговому кодексу, только подаете уведомление. А видите, как бы уплаченные суммы мы видим, сравниваем, и если все хорошо, если сумма налоговоуплачена, то в этом случае налоговый орган производит уменьшение. Вот. И еще вот хотел остановиться по патентной системе о том, что все-таки вот как бы с обмены ЕНБД с 21 года положение у нас и республиканского закона 65 ЗРТ, они улучшены, да, положение налогоплательщиков. Появились новые виды деятельности. С 82, как бы сейчас по закону у нас 90 видов деятельности. Есть возможность применения патентной системы налогообложения, когда у вас площадь, при розничной торговле, площадь зала превышает 50 квадратных метров, да, не более, но при этом не более 150 квадратных метров, когда по услугам общественного питания точно так же, да, превышает 50 квадратных метров, но не более 150 квадратных метров. Потом у нас еще, знаете, вот если раньше у нас дифференциации было только 5 территорий действия патентов, то сейчас их по торговле общей ПИТы, вообще 9 групп муниципальных образований, то есть сумма налога, ну сумма размера потенциально возможного годового дохода, она уменьшена для сельских поселений, то есть для деревень, где небольшое количество как бы там жителей, да, сумма налога, она гораздо меньше. Вообще сумма налога по патенту рассчитывается, что сумма потенциально возможного годового дохода, она умножается на 6%, ну налоговый ставок составляет 6%, и обязательно как бы учитывается именно территория, где вы работаете, там, где, значит, сельская местность, там сумма налога гораздо меньше. И потом, значит, если вот у нас несколько раз менялся закон, просто даже сейчас еще налогоплательщики звонят и спрашивают, да, как считается налог, если, например, у вас превышение 10 квадратных метров, там, по общей ПИТу и по торговле, то сумма налога рассчитывается, исходя из каждого квадратного метра именно торговой площади и зала обслуживания, а не вся площадь учитывается, как у нас было, ну в одно время, небольшое время, в прошлом году вот такой закон тоже был, то есть только считается налог, исходя из площади торгового зала и площади зала обслуживания. И что касается патентной системы налогообложения, здесь хочу сказать, что патент нужно получать ежегодно. Заявление на получение патента подается не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала применения патентной системы налогообложения. И поэтому я не скажу, что налоговые органы отказывают, да, если есть возможность как бы выдачи патента, налоговые органы, да, выдают, но когда вы, например, там приносите буквально за день, за два, мы можем и не успеть. Поэтому вообще срок по закону не позднее, чем 10 рабочих дней до получения патента, до применения патентной системы. И в этом году, если как бы вы будете продолжать применять патентную систему налогообложения, заявление необходимо будет подать не позднее 16 декабря. То есть вот такие условия все-таки по патентной системе. Если вы, например, по АУСН и при УСН вы один раз подали уведомление, вам больше ничего не надо, да, как бы там беспокоиться, все, вы будете всю жизнь там применять эти режимы. Если не захотите сами только поменять, да, там меняем режим только с начала года про АУСН и про УСН. Или если хотите там объекты налогообложения, например, поменять. А вот по патентной системе налогообложения нет такого, да, что подали заявление и применяйте его постоянно. Нет, вы обязаны получать патент ежегодно. Вот. И вот у меня в конце, в самом конце, вот есть такая вот сравнительная таблица, да, вы можете его себе как бы сфотографировать. Какие вот нюансы у каждого режима налогообложения, да, вот предельная численность работников, при какой системе налогообложения, какой должно быть, предельная сумма доходов, да, возможность совмещения с иными режимами налогообложения, самое выгодное в этом отношении, но не то, что там это, да, как бы патентная система налогообложения, которое можно совмещать с иными режимами налогообложения, то есть в более выгодном положении находится вот сам режим, да, что его можно с любым режимом налогообложения, не то, что с любым, а с УСН, с общим и с ИСХН. Понятно, что его нельзя применять с АУСН и с НПД, да, то есть как бы при НПД и АУСН вообще нельзя применять вообще никакие режимы налогообложения, только они, да, будут действовать. И право применения. В основном все могут применять и как ИПО, так и юридические лица. Условия применения, они одни и те же, что как бы для тех или иных, а вот патентную систему налогообложения могут применять только индивидуальные предприниматели. И вот подача налоговой декларации, то есть все-таки у нас федеральная налоговая служба переходит на цифровизацию, да, то есть, ну, стремится создать удобные режимы для применения налогоплательщиками, то есть возможность не тратить время на составление отчетности, на ведение книги учета доходов и расходов, не нужно подавать налоговые декларации. Вот такие режимы, это у нас налогно-профессиональный доход, который для совсем уж мелкого бизнеса, да, и автоматизированная упрощенная система налогообложения, которую мы с вами вот уже применяем с 1 июля 22 года. Ну, самыми первыми, так скажем, да. Вот, ну, при патентной системе налогообложения также декларация не подается, но при этом получают патент налогоплательщики ежегодно. УСН декларация подается, по ИСН декларация подается. И еще в конце, вот мы хотели на сайт с вами перейти, да, если на сайт перейдем, да, я хотела сказать, что у нас на сайте есть очень удобный информационный сервис, выбор подходящего режима налогообложения, где есть прям вот калькулятор, вы можете, как бы, задать свои параметры, кто вы, индивидуальный предприниматель, организация, какая у вас численность, да, вот. И вот сервис сам рассчитает, какой самый оптимальный, как бы, для вас режим налогообложения. И здесь же еще вот прям видно, да, есть вкладочки УСН, УСН доходы минус расход, прям даже отдельно, да, по объектам налогообложения. Можно зайти в каждую вкладку и, значит, ну, посмотреть там основные вот параметры этого режима. Очень удобный сервис. И, в общем, пожалуйста, если кто сомневается, форму уведомлений, да, форму уведомлений, все-все, абсолютно все есть, очень удобный сервис, поэтому вот пользуйтесь. И если есть какие-то вопросы, то здесь вы на них можете найти ответы. Так, у меня все. Спасибо большое. Коллеги, давайте сейчас откроем вот таким образом, да, вкладочку. Видно, слышно нас? Напишите в чат вот что-нибудь. Видно, что мы тут открываем. Значит, сейчас мы будем... Ну, вот появляются вопросики, видимо. Сначала, коллеги, мы будем рассматривать вкладку, вот где написаны вопросы, потому что она потом в вебинаре сохраняется, и будет понятно, как мы отвечали. Значит, у нас был первый вопрос, Макарова Елена задавала, можно ли по одному АКВЭДу применять УСН и ПАТЭН. Мы сегодня рассматривали. Да, вот у нас, когда отменяли ЕНВД, многие спрашивали, да, по одному и тому же виду деятельности даже. Раньше были разъяснения Минфина о том, что нельзя применять, да, но вот в связи с отменой ЕНВД как-то, ну, более лояльно стали относиться. И сейчас, вот, например, если вы... Ну, если вам так удобно, по одному магазину можете, например, там применять упрощенную систему налогообложения, а по-другому, например, патентную систему налогообложения. То есть такая возможность есть, да. Мы можем писать, можно. Да, да. Мы не будем какую-то ссылку на статью давать. Это, наверное, даже больше разъяснений, потому что у нас вот патентная система налогообложения такой режим, где больше не в налоговом кодексе написано, да, информации, а в каких-то разъяснительных письмах. И поэтому, ну, здесь как бы однозначно, если у налогоплательщика, например, даже вот он применяет сейчас патент, да, у него два магазина, появляется какой-то третий магазин, ну, не хочет он по нему, там, не подал заявление, не успел, тогда куда ему деваться? Если у него было заявление на УСН, он может оставаться на УСН, поэтому, ну, магазину, и платить упрощенную систему налогообложения. Ну, отлично, тогда смотрим дальше. Вот Бикинин Эрик просит указать нам плюсы новой системы для тех, кто уже на УСН 6%. Новая система, наверное, автоматизированная. Да, автоматизированная упрощенная система налогообложения. Ну, основное преимущество вот этого режима, да, то, что это автоматизировано, то есть само название этого режима говорит за себя. Налогоплательщик не будет там ввести книгу учета доходов и расходов. Отменяется порядка 10 форм отчетности. Не нужно сдавать налоговые декларации в налоговый орган. Там ни по самому налогу, ни по страховым взносам, ни по НДФЛ не нужны декларации, да. Не нужно сдавать отчетность в фонды, в пенсионный фонд, в фонд социального страхования. Ну, какая там отчетность остается, вот, я не знаю, как бы, а вот именно по выплате страховых взносов, там, фонды я имею в виду, этой отчетности не будет. Вот порядка 10 отчетностей отменяется. Больше 10 отчетностей. Да, больше 10 отчетностей. Потом, значит, не платят налогоплательщики за работников, а индивидуальные предприниматели за себя в фиксированном размере страховые взносы. То есть, это вот режим выгоден именно для тех организаций, у кого, например, ну, кто оказывает услуги, да, и у него есть работники, предположим, а те, кто, например, вот IT даже какие-то там в отрасли, у работников большие заработные платы, при этом страховых взносов не будет, то есть, у них, как бы, расходы на это ноль. Но при этом еще очень важно, сохраняются социальные гарантии. Ну, отлично. Да, поэтому, как бы, вы сами считаете все плюсы и минусы, и уже переходите на ту или иную систему налогообложений. Да, вот я, может, уже говорил, потому что режимов было очень много, я извиняюсь, если что-то, может быть, повторяете, или наоборот, что-то не сказала, да. Когда вот я, как бы, сказала, что у налогоплательщиков, которые приходят на АУСН, будет обязанность передавать данные Федеральную налоговую службу, и вся эта информация налоговой службой будет передаваться в фонды по каждому работнику, в разрезе прямо каждого работника, и, соответственно, вся эта информация будет и у фондов, и никакие пенсии, не больничные, у сотрудников таких организаций и индивидуальных воспринимателей не потеряются. То есть мы пишем, что все сведения будут передаваться, да? Да, если налогоплательщик АУСН уполномочил это банки, тогда банки будут передавать информацию, поэтому вы в банки передаете все прямо в развитии каждого налогоплательщика, там и доходы указываете, и вся вот эта информация будет аккумулироваться у входа. Ну, здесь опять спрашивает Гафуров и Митя, в чем плюсы и в чем минусы регистрации ООО и ИП на АУСН? Почему-то это не автоматизированное пишется, да, а просто на упрощенке. И тут, наверное, мы вот... Я что-то не могу сказать, но сами просчитывать, вот мы вам показали, да? Табличку красивую показали, да? И табличку, и на сайте. Можно, да, вот таблички скрин снять, вот с этой, да? Сейчас вот сделаю с текущего слайда. Еще раз, вот, коллеги, сфотографируйте табличку. Вот прекрасная табличка, на мой взгляд, да? Куда она делась? Вот она. Вот, сравнение специальных налоговых режимов. Вы тут можете посмотреть, и как бы потом для себя... И еще хорошая сейчас была подсказка. Сейчас я убегу, опять откроем. Сайт, да? Куда нас сейчас переотправляли. Да, вот он. Когда вы можете зайти на налог.ру, потом мы открывали с вами режимы налогообложения, да? Давайте еще раз пройдемся. Вот как мы с вами это открывали. Так, вот мы зашли на налог.ру, потом мы с вами выбираем Татарстан, да? Республика Татарстан. Потом мы вот сюда пошли, где сервисы. И где мы искали в сервисах? Регистрация онлайн бизнеса, нет? А, вот, выбор подходящего режима налогообложения. Видите, коллеги, вот сюда мы зашли. Заходим в выбор подходящего режима. Вот, и у нас с вами... Даже вот калькулятор вот слева, видите, там, да, вот категории прям пишите вот индивидуально. То есть мы выбираем, кто мы, мы ИП, да? Вот у нас сразу выскакивает, что мы можем выбрать. Если бы мы поставили галочку, что мы юридическое лицо, у нас меньше вариантов, да? Да, очень много. Дальше. Потом мы берем особенности. Например, у нас, ну, вот, нет обязанности предоставлять декларации. Опа, а такого? Что у нас тут походит? Нет такого. А, тут, знаете, тут АУСН нет. Это что? Это для, да, для юридца, я посмотрю. Ну, например, производство подоксинговых товаров. Пока что нет. Он у меня пока... Для юридических пока еще нет, да? Здесь АУСН, скорее всего. А можно вот сразу это... ИП сделать. Нет, вообще все, уберите, пожалуйста. Я посмотрю, просто, то, скорее всего, знаете, НПД есть, АУСН нет. Я вчера смотрела, да. Здесь нет просто АУСН нового режима. Он только-только у нас появился с 1 июля. Пока еще его, но я думаю, что будет в скором времени. Но АУСН сегодня уже много говорила, да? Сейчас мы везде как бы... То есть вы след развиваетесь, да? Да, да. На предложении. Здесь оно появится. Вот НПД есть уже, видите? НПД можно почитать, да? Вот нажимали кратко, что это такое, да? И потом вот здесь вот есть как перейти. И мы рассказывали о том, что можно здесь почитать все это. Немного информации. Немного информации. Прямо подать заявление можно, как я понимаю. Скачать приложение сначала. Скачать приложение, да? Потом как использовать. Здесь все расписано, как рассчитать и так далее. Посмотрите. Давайте дальше вернемся в наши вопросы. Здесь мы показали. Можно ли применять патент при доставке еды через маркетплейсы? Это Склябина Елена спрашивает. Патентная система налогообложения у нас применяет индивидуальные предприниматели по отдельным видам деятельности, да? Как вы знаете. Ну, они схожи с ГНВД, но есть свои нюансы, свои моменты. Смотрите, вот у нас же патентную систему могут применять индивидуальные предприниматели, которые осуществляют деятельности в области общественного питания. А что такое общественное питание, да? Общественное питание, это когда я там захожу куда-то в столовую, прямо здесь же там, например, покупаю и ем. То есть, как бы, да, они могут быть залом обслуживания, без зала обслуживания, но вот через маркетплейс это же просто, как бы, во-первых, доставка еды, получается, да? Это совсем не та услуга, так скажем. Это уже не общественное питание. И поэтому, вот, по этому виду деятельности нельзя применять патентную систему налогообложения. Ну, полагаем. Пока полагаем, что нельзя. Да. А вообще, мне кажется, налогоплательщик может задать вопрос через личный кабинет. Можно, пожалуйста, писать, да, в письменном виде. Можно еще в письменном, если у вас был, как бы, уже официальный ответ, тогда можно даже за опрос в управление написать в Федеральный налоговый служеб по республике Петерстан, и мы вам письменно ответим. Так, смотрим дальше вопросом. При АУСН у ООО можно ли будет выплачивать дивиденды? Спрашивает Батюшок Абдулхак. Дивиденды. Так, смотрите, вот у нас в федеральном законе 17 ФД, да, 25 февраля 2022 года, это закон о проведении эксперимента по установлению специально-налогового режима автоматизированного упрощенной системы налогообложения. В статье 3 есть, как бы, пункт, в котором говорится о том, кто не вправе применять специальный налоговый режим. И вот, как бы, изучая вот эту вот статью, данный пункт, мы не видим препятствий для того, чтобы выплачивать дивиденды. То есть вот у нас, как бы, не имеет права применять организацию, в подпункте 30 написано, да, организация индивидуальных предпринимателей, являющиеся источниками выплаты доходов из лицев, облагаемых налогом, ну, НДФЛ по ставкам, предусмотренным пунктами 2-3.1, 5 и 6, статьи 224. То есть это с выигрышей нельзя выплаты, да, как бы, ну, если есть выплаты по выигрышам, если вот нерезидентам, как я уже сказала, поэтому нельзя, чтобы, ну, нерезиденты были работники, да, вот, потом тут выплаты, которые облагаются по ставке 9%, по облигациям, с аптечным покрытием, да, ну, то есть вот есть такие нюансы, и тут вот дивиденды не перечислены, поэтому я полагаю, что дивиденды выплачивать можно. То можно, да? Но, опять же, если у нас есть сомнения, можно прямо со своей организации, из личного кабинета заходите и подаете вот этот вот вопрос. Вот, к сожалению, по автоматизированной упрощенной системе налогообложения не так много еще разъяснений, если будут какие-то разъяснения, мы, конечно же, их доведем до налогоплательщиков, но давайте, вот, если, я сама-то еще не уверена, да, вот, пока вот, как бы, исходя из норм закона, я не вижу препятствий, но задайте вопрос, пожалуйста, письменно, и мы там переговорим с ФНС и ответим вам в письменной форме. Отлично, пока так отвечаем. Так, коллеги, идем дальше. Я запишу себе тоже сейчас. Да, можно ли выплачивать дивиденды у организации, у АУСМ. Дальше смотрим. Можно ли будет учесть на УСМ или АУСМ расходы на покупку цифровых активов? Майский и я спрашиваю. Цифровые активы. Ой, знаете, вот по цифровым активам закон тоже новый. Да, были внесены поправки в налоговый кодекс в связи с тем, что ввели цифровые финансовые активы. Вообще в понимании закона по цифровым финансовым активам это у нас с вами это имущественное право. При применении упрощенной системы налогообложения мы с вами не учитываем расходы на приобретение имущественных прав. И поэтому пока у меня как бы ответ, что по УСМ нельзя применять, а в расходах учитывать. А вот по УСМ, как я уже сказала, почему нельзя по УСМ в расходах учитывать? Потому что в налоговом кодексе исчерпывающий перечень расходов, которые можно учитывать. И как раз расходы на приобретение имущественных прав там нет. И мы поэтому говорим, что нельзя учитывать. А вот по автоматизированной упрощенной системе налогообложения можно учитывать расходы все, что не прописано в самом законе. А в законе у нас, значит, по цифровым финансовым активам, я сейчас вам не скажу сразу. Сейчас так. Это у нас с вами прописано в законе, в статье 6, пункт 4. Не учитывается, какие расходы. Это налоговый кодекс. Не-не-не, это у нас закон с вами 17 ФЗ. Вот видите, мы сейчас уже с вами чуть-чуть путаемся, да, ждал. У нас какие-то главы. Так, у нас в налоговом кодексе, какие-то специальные налоговые кодексы. Закон 17 ФЗ, да, да. Это мы иду 25 февраля 2022 года. Это вот то, что я раньше писала, да, от 25-го, от 2-го, от 22-го. Это у нас с вами статья 6, пункт 4. И вот здесь вот какие расходы не учитываются. Не учитываются именно. В УСН у нас с вами те, кто учитываются, те, что учитываются, а тут у нас те, что не учитываются. Так, это по УСН. Кстати, вывод, знаете, здесь даже написано, что вот по УСН про продолжение дивидендов, да, что при определении объекта налогообложения не учитываются расходы в виде сумм, начисленных налогоплательщикам дивидендов. И то есть получается, что дивиденды выплачивать можно. Исходя из этого, вот мы с вами приходим к выводу, то есть налогоплательщикам, просто по дивидендам. Это мы к следующему вопросу. Да, 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 даже как продолжение. Видите, мы даже ответ нашли. Давайте я ответим. Не-не-не, я просто в продолжении к тому, что это... Давайте здесь сначала по УСН вычитаем 17-й ПЗ, да, а по упрощенке вы сказали нельзя. По упрощенке нельзя, а тут мы с вами четвертый. Ну вот здесь нельзя. А нельзя, почему вы ссылаетесь на уже налоговый кодекс? Да, я там статью, к сожалению, не помню сейчас, какая статья. По УСН. Нельзя по НК, по налоговому кодексу. Я вот так напишу. Там есть перечень расходов? Смотрим, да, просто смотрим. Там перечень расходов. Да, расходов. И там нет вот этих цифровых активов. А раз нет, то нельзя. Окей, а теперь возвращаемся к предыдущему вопросу. Там, где у нас было по дивидендам. И вы что нашли сейчас? Ну вот тоже в этой же статье, что как бы не учитывается в расходах в виде сумм начисленных налогоплательщикам дивидендов. Соответственно, я полагаю, хотя из этого вывода, что дивиденды можно выплачивать. Те, кто применяет, АУСН. Выплачивать можно, да? Да, то есть запрета там не было с вами, вот где мы смотрели, где не могут применять, да, кто не имеет права применять, АУСН. Вот мы с вами сослались на статью другую, как бы, да, там, мы с вами писали статью, какую писали? Третью статью, второй пункт, да, подпункт 30-й, да. И тут же еще вот в другой статье мы с вами нашли о том, что расходы в виде выплаченных дивидендов, они не учитываются в расходах. Раз не учитываются в расходах, значит, их можно платить. Да, их можно платить. Вот и все. Да, да. Отсюда мы сделали вывод. Ну да. Так, отлично. А к сожалению, вот по учитывать расходах именно... Вот Майский Илья нам как раз уточнил свой вопрос. Смотрите, при переходе на АУСН для организации действует нулевой тариф по взносам. Влияет ли нулевой тариф на пособие сотрудников по временной нетрудоспособности и беременности и родам. Ну вот как раз таки нулевой тариф, он не влияет. Все страховые выплаты будут производиться, больничные тоже будут, то есть социальные гарантии у налогоплательщиков сохраняются, даже если нулевой тариф. То есть ничего страшного в этом... Абсолютно, наоборот, все, да. Все будет хорошо. Так, отлично, идем дальше. Анасабуля Рави спрашивает, может ли гражданин другой страны заниматься частной предпринимательской деятельностью в России и что для этого нужно? Такой вопрос. Гражданин другой страны у нас попадает? Это чуть-чуть, конечно, не по теме. У нас просто, вот я точно знаю, что не имеют права применять НПД, налог на профессиональный доход иностранных гражданин, кроме стран ЕАЭС. А в части другой регистрироваться можно ли им индивидуальным предпринимателям? Это вот вопрос, честно говоря, вот не совсем ко мне. Но я вот посмотрю. Но мы же все вопросы с вами сохраняем. Да. И мы им отвечаем. Вы просто здесь контакты свои напишите. Может быть, я могу куда-то перезвонить сразу? Ну, давайте. 235-14-30 вы мне позвоните. 235-14-30. 235-14-30. Да, что для этого нужно? Да. Вот так я написала, коллеги. Можно перезвонить и уточнить. Так, есть. Давайте дальше посмотрим. Вот, вот, где-то я тут проскочила. Значит, Батюшов Абдулхак. Можно ли ООО при АОСН работать с самозанятыми? Я поняла вопрос. То есть, да, законом нет запрета, можете работать с самозанятыми. Но при этом, как я уже говорила, да, не надо путать трудовые отношения с самозанятыми. И вот это вот самозанятые, он не будет включаться в количество 5. Вот предельная численность. То есть, это по договору? Это будет просто договор. Это не гражданско-правовой характер, это будет по договору оказания услуг, да. Это будет все-таки договор оказания услуг или что там, или покупки, или что-то там, да, приобретение. Или выполнение услуг, например, да. Выполнение работ. То есть, получается, что раз это договор, то он у нас не в штате. Не в штате. Так, окей. Дальше смотрим. Так, Марданова Айгуль. Здравствуйте, организация перевела деньги самозанятому. Он нажал кнопку «Получил деньги» от физлица. Как сейчас быть? Это вот по теме разуме? Перевел деньги самозанятым, он нажал кнопку «Получил». Не-не, смотрите. Ну, тут я думаю, что самозанятые, у нас налог возникает только тогда, когда вы чек сформировали через приложение «Мой налог». Если у вас есть просто поступление на счет ваш, да, там лицевой счет, расчетный счет, то в этом случае просто поступление не учитывается в доходах. То есть в доходах только тогда, когда вы пробиваете сами чек через приложение «Мой налог». То есть федеральная налоговая служба видит только то, что именно в приложении «Мой налог». И с этой суммой исчисляется налог. Так, если вам понятен ответ наш, Айгуль, напишите, что понятно, как поступить. Если непонятно, продолжите спрашивать. Мы вернемся просто к вашему вопросу и все. Так, Майский Илья опять. На УСН для подтверждения расходов по чекам нужно использовать ККТ. А на обычный УСН? Ну, на обычный УСН. Ну, конечно. Смотрите, не только чеки нужно использовать. Я сказала про чеки ККТ. Это если вы, например, покупаете за наличку. То есть, когда подотчетное лицо вы же отправляете, например, в магазин, что-то купить, предположим. И он за наличный расчет что-то купил. Это всегда будет авансовый отчет. Отчитается подотчетное лицо. И так как все-таки на УСН налог рассчитывается автоматически, мы же не увидим. Налоговая служба не увидит, что за расходы у вас были. Поэтому, ну, именно за наличный расчет. То есть, выписки по расчетным счетам мы видим. А вот по контрольно-кассовой технике у нас формируется только доходная часть. То есть, когда вы доходы там что-то продаете, вы пробиваете чек, тоже у вас в контрольно-кассовой технике отображаются доходы. А вот по расходной части вам просто нужно будет его провести, чтобы вы вот как бы провели расходную операцию, именно приобрели что-то именно по авансовому отчету. То есть, для того, чтобы вот информация через контрольно-кассовую технику поступил в налоговый орган, чтобы могли при расчете налога учесть это как расходы. А обычный УСЭН, по обычному УСЭН вы сами ведете книгу учета доходов и расходов. То есть, вы там сами формируете налоговую декларацию, сдаете, да, и получается, что вы его учитываете в расходах, но также, то есть, такой же авансовый отчет у вас должен быть. То есть, тогда вам уже при этом не нужно проводить по ККТ вот именно эту операцию, а просто у вас подтверждающим документом будет то, что вы заплатили кассовый чек и отчет авансовый, и там, может быть, какие-то эти акты выполненных работ или товарная накладная. Прикладывайте, да, прикладывайте, да. Как первичка. Проблема в Свербанке не работает вкладка УСЭН. Ну, это можно, наверное, как... Ну, это я, как бы вам, знаете, лучше позвонить и нам конкретно сказать, где, какой банк, почему, потому что все неполадки, которые вы нам называете, мы это передаем в федеральную налоговую службу, а дальше федеральную налоговую службу уже в банке. И поэтому вы нам просто сообщите, вот по номеру телефона, может, еще раз запишите, 235-14-30, да, если у вас есть какие-то проблемы, нам бы не хотелось, чтобы у налогоплательщиков были какие-то проблемы с банками. То есть мы уже звоним и говорим, да, что они в личном кабинете и не получаются ничего. Так, дальше смотрим. Ухватулин на цель, работник, находящийся в декретном отпуске, входит ли в численность работников в числе 5 человек. Это на УСЭН как раз касается. Да, смотрите, вот вообще вот специально даже взяла, да, по закону написано, что средняя численность работников как бы не превышает 5 человек. Что такое средняя численность работников? У нас везде в налоговом кодексе, там, где предельная численность установлена, везде как бы там, ну вот численность именно определяемая по данным статистики. То есть вот есть такой документ, да, приказ Росстата, вы даже его можете записать, он каждый год меняется, кстати. От 24 ноября 2021 года. Так, 24, 11, 21 год, номер 832. Так, 832, так он называется, приказ, да? Да, приказ Росстата, он очень длинный, об утверждении указаний по заполнению форм федерального статистического наблюдения, сведения о производстве, ой, так-так-так, в общем, сведения о численности, да, он называется заполнение данных о численности работников на численной заработной плате отработанном времени и выплату социального характера. То есть и здесь прям есть понятие, что такое средняя численность работников. И так как у нас средняя численность работников не более 5 человек, это у нас средняя списочная численность работников, средняя численность внешних совместителей и средняя численность работников, выполнявших работы по договорам гражданского правового характера. А что такое средняя списочная численность работников? Здесь, знаете, на 11 листах, ой, на 9 листах расписано, как это все считается. Но мы до этого все это посмотрели. В принципе, те, кто ушли в декретный отпуск, они с момента, когда уходят, они уже не включаются в расчет средней списочной численности работников. То есть, прям даже, вы знаете, некоторые работники списочной численности не включаются в среднюю списочную численность. Это вы в каком пункте читаете? Это, знаете, 79.1. 79.1. Да. Таким работникам относятся женщины, находящиеся в отпусках по беременности и родам. Давайте я напишу, они не включены. Итак, вот эти декретницы, получается, они не включены. Вот читаем пункт 79.1. Да. Вот, коллеги, надеюсь, понятно, пишу. Ой, выскочила. Надеюсь, понятно, пишу. Так, чтобы сохранялось какие-то у вас ссылки на законодательные акции, чтобы потом можно было посмотреть все. Все это сохранится в карточке вебинара. Давайте дальше смотреть. Новикова Татьяна. Нет информации по стоимости оплаты услуг уполномоченного банка для платильщика АУСН. Кто-то говорит бесплатно, кто-то затрудняется ответить. Как можно получить конкретный ответ на этот вопрос? Смотрите, вот мы, да, буквально недавно, да, встречались с модульбанком, проводили семинар специально для налогоплательщиков, торгово-промышленная палата проводила. Нам очень хотелось, чтобы, ну, там были задействованы, ну, много налогоплательщиков, когда мы проводим какие-то вебинары, нам хочется, чтобы, ну, услышало как можно больше налогоплательщиков нас, да, чтобы они были проинформированы. И вот мы вот в конце буквально августа проводили такой вот, ну, модульбанк, он сам был инициатором, мы просто уж как бы присоединились к ним, просто мы рассказали свои как бы моменты по АУСН, да, а они свою часть. Что у них за программа, что за у них там этот личный кабинет. Такое же потом совещание у нас было еще и в набережных Челнах тоже, тоже мы встречались с представителями бизнеса. И, знаете, вот, как я уже сказала, все, что вот прописано в законе 17 ФЗ, все, что они обязаны делать, да, они это делают бесплатно. То есть вот все, что приходит туда в личный кабинет налогоплательщика по доходам, по расходам, как я уже сказала, это может быть личный, вот, они предлагают именно свой личный кабинет, потому что через личный кабинет у них еще там реализованы другие тоже услуги, как бы, да, там они могут вам, за вас там и среднесписочно, например, там работников посчитать, да, если вы сами затрудняетесь. То есть какие-то конкретно дополнительные услуги они закладывают, но то, что заложено именно федеральным законом, то, что они должны передавать информацию по доходам, то, что они ведут в личный кабинет, где отображаются доходы, ваши расходы, потом то, что они, например, вы передаете информацию по физлицам и исчисляют НДФЛ, перечисляют заработную плату, да, вот это вот все, это все бесплатно. Они передают информацию в налоговый орган, это вот все тоже делается бесплатно, а если какие-то дополнительные какие-то услуги, то за это банками может взиматься плата, но вы же можете и отказаться от этих всех услуг, и я, как уже сказала, да, вы можете вообще учет вести только в личном кабинете налогоплательщика, это личный кабинет, который у нас на сайте Федеральной налоговой службы, то есть отказаться вообще от их личного кабинета банков. Но просто для удобства банки предлагают свои вот кабинеты такие и, да, какие-то моменты, они, а, как нам сказали, знаете, еще вот модуль банк, в частности, вот есть же обязанность налогоплательщиков не позднее 7 числа, например, да, проверять доходы и расходы. То есть какие там у вас доходы включаются в облагаемую базу, какие не включаются, по расходам тоже какие включаются, какие не включаются, за это банк ответственности не несет, но он может дополнительно взять на себя ответственность, ну, в частности, например, вот этот банк, да, я не знаю, как другие банки, я просто говорю то, что как бы слышала, они могут дополнительно за вас еще просматривать и доходы и расходы именно в части налогообложения, то есть они сами как бы их кодируют, да, там как бы помечают, они облагаемы, не облагаемы, но за вас они могут еще, например, ну, вдруг что-то там упустили, да, у них есть тоже штаб бухгалтеров, которые будут смотреть все-таки там, как бы правильно попало это в облагаемую базу или неправильно попало, за это они, конечно же, могут, ну, взимать какую-то часть оплаты, может, это недорого, конечно, но вот, но они при этом, как сказали, тоже несут какую-то ответственность, если, например, они тоже потом неправильно определят, да, за вас может, ну, налоговая может какие-то претензии предъявить, предположим, да, там, что это не должно было попасть, но, в принципе, вот, с какой-то мерой ответственности о том, что они потом за вас еще там заплатят какие-то дополнительные налоги, в этом случае, вот, они берут такие еще, например, функции, то есть, и тут отвечать за банки мы, как бы, ничего не можем, все, что в законе, все это бесплатно. Вот, спасибо большое за ответ такой развернутый. Давайте дальше посмотрим. Так, Ирина, дополнительный АКВЭД 7810, не знаю, на вскидку вспомните. УСН доходы минус расходы. Ирина, если вы сейчас нам расключите 7810, мы, может быть, и ответим. Так, дальше смотрим. Мухамедянов Искандер. ИП совмещает УСН и патентную систему. Наемных работников нет. Можно ли сумму уплаченных фиксированных страховых взносов за себя использовать только для уменьшения налога по УСН или необходимо распределить между УСН и патентной системой? Ну, вообще, по-правильному его нужно, конечно, распределять по УСН и патентной системе. Мы с ним пишем распределить. Да, потому что, ну, пропорционально доходам. Распределить пропорционально доходам. Пропорционально доходам, да. Ну, когда вы ведете прямой учет, да, ну, вы говорите, что вы ИП, совмещаете УСН и патентную систему. Ну, это нужно на примере, конечно, посмотреть. Если прямой учет какой-то есть, вот у вас, что вот, когда еще были бы работники, я бы поняла, да, вот это вот, например, работник работает в этом магазине, а этот работает в другом магазине, в котором патентный. Тут УСН, да, вот зарплату этого прямо относитесь, да, а зарплату второго, например, там прямо на патентную систему, да, вот. Это еще, а когда вот вы индивидуальный предприниматель, и как вы делитесь между двумя видами деятельности? Ну, у него же может быть в одном помещении какой-то товар по УСН идет, какой-то в акваденте или какие-то там. Ну, может быть, а оптовый торговый, да, а розница такой может. Но тогда все равно пропорционально доходам, да. Ну, правильнее пропорционально доходам. Ну, давайте так оставим, вот как по правилам, так и напишем. Так, дальше смотрим. АУСН и НКО. Поступление субсидий и гранты. Доходы минимальные, зарплаты выплативающие. Некоммерческие организации не имеют права применять АУСН? Нет. Нет? Нет, да? Нет, ребята, вот прям большими буквами напечатала. Нельзя некоммерческим организациям применять АУСН. Все, тут мы ответили сразу. Так, Батюшок. Какие есть ограничения по АКВЭД для перехода на АУСН? По АКВЭДам там есть ограничения? Нет, по АКВЭДам там вообще нет ограничений. Вот мы же назвали вам уже статью, да, кто не имеет права применять. Это статья 3, пункт 2. Нет права применять. Тут, знаете, вот это вот не вправе применять, этот режим прикликается опять-таки с АУСН. Вот что у АУСН практически, то и здесь. Но есть, конечно, некоторые нюансы. Вот нельзя применять некоммерческим организациям, христианских, фермерских хозяйствам. Это мы читаем статью 3, это закон. Это мы уже... Да, 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 да. Федеральный закон 17. Да, да, да. Пункт 2. Все, я тут написала, коллеги, можно будет открыть, почитать, кому нельзя. Так, дальше смотрим. Если мы открыли ООО, находимся на АУСН. Сейчас мы можем поменять банк со СБЕРа на модуль банк? Кстати, вот хороший вопрос по поводу перехода с банка на банк. Я думаю, что можно, а почему нет? У нас же ведь в законе нет ограничений на каком-то банке. Нет. То есть, вообще можно иметь вообще... Можно. Конечно, можно вообще в разных банках иметь расчетный счет, но... А как они будут сдавать, если в разных банках? А информация все равно передается же по расчетным счетам в Федеральную налоговую службу. То есть, на перечисление НДФЛ можно выбрать один банк. То есть, информация же будет поступать по... А это не бы надо заявление какое-то писать в банке? Нет, просто уполномочить. Это вот если уполномочить, знаете, как там написано? Вот на перечисление НДФЛ просто направляют информацию по выплате заработной платы, куда отправили тот банк и начисляет НДФЛ. Вот, например, можно на один банк НДФЛ, да? А на второй все остальное. Можно так? Нет, а все остальное это что? Вот смотрите, вот, конечно, было тоже сказано, честно говоря, по программе не совсем мы, как бы, взаимодействие между банками и налогоплательщиками не совсем мы знаем, да? Вот налоговая служба, вот именно мы, которые здесь на местах, Федеральная налоговая служба, конечно, больше знает, да? Просто, оказывается, вот есть еще возможность уполномочить банк именно на... Вот даже вот модуль банка, да, они говорили, да, что они будут проверять все эти доходы, которые там подлежат налогообложению или нет. То есть это будет основной банк, который будет, например, там следить за доходами и расходами. То есть может такое тоже возможно. А вообще вы можете... Направляйте... Можно прямо уполномочить банк, проверять свои расходы. Но это можно, но это будет за отдельную плату. Но это заплата. Скорее всего, скорее всего, это будет за отдельную плату. Скорее всего, плата. Налогоплательщики сами могут это делать, да? То есть, как бы, там, труда не соскать, потому что информация в личный кабинет будет поступать вообще в онлайн режиме. Вот они сегодня проверяют операцию на завтра, у них уже будет там информация, какой доход. И он будет же с входами сразу, он подлежит налогообложению или не подлежит налогообложению? А не получится так, что мы вот на двух банках находимся, и тот передал, и этот передал. А не будет же такого, а как это будет? У меня сюда поступили одни доходы, туда поступили другие доходы. Ага. Конечно, там ничего не будет. То есть вообще можно и три расчетного счета? Ну, конечно. Можно сколько угодно расчетных счетов в разных банках иметь. Конечно. Но только в уполномоченных, чтобы именно банки передавали информацию о сумме дохода, которые у налогоплательщика, чтобы налоговая рассчиталась сумма налога. Ага. То есть, коллеги, мы не привязаны к банкам, смотрите. Точно так же, как в обычной жизни, да? Ну, конечно. Но только вот мы привязываемся к тем, чтобы они были уполномоченные. Ну, да, чтобы они были в списке. Да? При приеме, увольнении и тому подобное работников данные, запись в трудовых книжках передаем сейчас ПФР. А как при АУСН будет? Знаете, вот этот вот кадровый учет, он сохраняется. Но вот я уже говорила, да, что, ну, параметры законы пересматриваются, да, вот для тех, кто по патриотическим договорам работает, тоже хотят там еще сейчас позволить АУСН применять численность, хотят увеличить, да, вот. Вот и хотят еще сократить и отчетности тоже. Вот у нас же все равно, вот я же говорила, то есть отчетность, да, налоговый орган никакой отчеты сдавать не надо. Фонды тоже, вот все, что касается взносов вот этих вот уплаченных, тоже ничего не надо, потому что вся информация будет там аккумулироваться в фондах на основании тех данных, которые вы сами же будете передавать там или напрямую сами или через уполномоченную кредитную организацию, да, налоговый орган всю информацию тоже передает. А вот некоторая отчетность, вот именно кадровый, здесь именно кадровый учет, он остается. Какие вот хотят еще сократить, я вот не могу сказать. То есть вот в настоящее время СЗВТД мы передаем, и СЗВТД нам надо передавать, да, никто СЗВТД не отменял. Да, 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 вот сейчас прямо даже на сайте это можно посмотреть. Передаю. Но вот смотрите, в следующем году, на следующем году идет объединение ПФР и ОФНС. Так ведь? ФСС. Да, а, и ФСС. ФСС, и ФСС. И тогда задаем куда все кто-нибудь, а, вы не можете это продать, но пока мы СЗВТД передаем. Пока, пока все как обычно. Так, окей. Так, БУХ-учет тоже никто не отменял. Ну, тоже никто не отменял, мы согласны. Никто не отменял. Так, у нас были вопросы про АКВЭТ 7810, но вот Ирина нам так ничего не расписала, мы сами не посмотрим. Давайте вернемся сейчас в чат, коллеги. Так, мы тут вот, тут такое, вроде как, все то же самое продублировано, ничего не упустили. Если какие-то есть вопросы, еще допишите, пока не видим. Что еще хотелось бы сказать, показать сразу же мне. Ну, вот у нас все равно включена демонстрация экрана, да, коллеги, вы видите мой экран. Есть такой сайт msp.rf, фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан предлагает вам пройти здесь, вот здесь вот есть войти, значит, заходить в личный кабинет на msp.rf. И зайдя в этот кабинет, вы можете подать заявку на бесплатный электронный документооборот через программу СБИС. Для того, чтобы это сделать, если у вас есть какие-то затруднения, сначала проверьте себя, входите ли вы в малый и средний бизнес. Если да, то можете стать участником этой программы. Программа идет только два месяца. Я вам сейчас скажу, к кому обратиться. Так, забирать контакты. Если у вас есть такое желание, позвоните 203-45-01, позвоните Ольге Бухараевой. Сейчас я ее найду, прям покажу ее добавочный. Три секунды, это мой личный кабинет в СБИС. Так, Бухараева. Ольга у нас занимается этим вопросом. Так, вот ее сотовый телефон, вот ее добавочный 13-20. Телефон 203-45-01, добавочный 13-20. И в таком случае Ольга поможет вам пройти регистрацию на сайте МСПРФ, выбрать, как подать заявку, и вы получите бесплатный электронный документооборот на год. От нашей компании будете в СБИС работать. Фонд поддержки предпринимательства Преспублики Татарстан за вас это все оплатит. Есть такая возможность. Возвращаемся в наш вебинар, смотрим, появились ли еще какие-то вопросы, появились. В какое время вам можно перезвонить? В любое рабочее время. Так, Эльвира Таркельевна, вы работаете с 9 до 5, до 18.00. Телефон Эльвира Таркельевны мы здесь писали. Эльвира Таркельевна, мы здесь писали. Можно, пожалуйста, звонить. Если вы интересуетесь, как перезвонить нам в компанию, 203-45-01, добавочная 13-20. Бухараев работает только тоже с 9 до 6. Ну, там прерывный ответ, у вас там запишут в контакт, она перезвонит. Вот телефоны наши. 203-45-01-528-2206. Вроде бы мы на все вопросы коллеги ответили, тогда мы сейчас уберем демонстрацию экрана. Сейчас я вам закрою доступ. Ну и тогда вебинар будем считать законченным. Спасибо большое. Спасибо. До свидания. Спасибо. До свидания. До свидания. Спасибо.